Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Саша Артемова и Женя Кузин помирились. Саша прилетела к нему на Кипр, пока как подруга сказал Жене. Также он проведал сына Митю. Его бывшая жена Рита Марсо живет на Кипре с семьей. Рита написала в своем микроблоге. Много было всего и хорошего и плохого, но ради сына надо идти на все. Я рада, что мы смогли найти общий язык с Женей, забыли былые обиды. Все ради Мити. Митя счастлив, зная, что его любят и мамочка, и папочка. Тимур Гарафудинов покинул проект по собственному желанию. Большому кораблю большое плавание, написал он. Сегодня я оставил проект. Причина в том, что мне стало сложно совмещать музыкальную деятельность с проектом. Все, что мог взять, я взял. Нужно вовремя уйти. Как вы помните, Андрей Чуев пригласил в ресторан на ужин семью Марины Африкантовой. Они пообщались без камер и операторов. Андрей сразу нашел общий язык с отцом Марины. Они не могли наговориться, провели в ресторане почти 4 часа. Очень долго и тщательно обсуждали строительный проект. Андрей уговорил его прийти на Дом-2 в гости, поговорить с ребятами о стройке и посмотреть, как живет его любимая дочка. А бабушка Андрея попала в больницу с микроинсультом. Чуева возмутила реакция его подписчиков на это. «Мне интересно, почему мы так эмоционально реагируем на то, что уже произошло?» Я говорю, бабуле был микроинсульт и сразу «офигеть, ужас!» Нужно заниматься восстановлением и не охать от ужаса. Многие комментаторы считают, что Чуев виноват в том, что навязывает свой активный образ жизни и своей старенькой бабушке. Эх, укатал все же Чуй бабушку. Здоровье бабули, оно ей очень пригодится с таким-то внучком-затейником. Участницы-одиночки на поляне развлекают себя сами, они устроили девичник. А мы с девочками устроили пикник на поляне. Впервые делали овощи и курицу на гриле сами. Все получилось очень вкусно. Участник телепроекта Денис Козлович похвастался своей новой прической, которую сразу же раскритиковали поклонники. Почти никому не понравилась новая укладка Дениса. Раньше с прилизанными волосами ему было лучше. Ходят слухи про проблемы в паре Семена Фролова и Русланы Мишиной. Если верить Семену, в постели Руслана оказалась не такой горячей, как он себе представлял. Также Фролов сказал, что из всех известных ему поз Мишина предпочитает миссионерскую. Она стесняется своей полноты. Зрители вступились за Русю. А может, Семен слабоват, пишут они, не тянет уже. Что за бред? Не бывает фригидных женщин. Бывают не какущие мужики, которые таким образом оправдывают свою непригодность. Какая Руслана фригидная, наблюдали ее отношения с Алексом и с Яббаровым. Как она за ними бегала, чтобы в постель затащить. Пусть Фролов покопается в себе. Ходят слухи и про Андрея Черкасова, якобы он опять встречается с Викой Романец. Что их чувства вновь вспыхнули в расставании. По словам очевидцев, Вика и Андрей мило сидели в одной из кофейн Москвы. Они выглядели влюбленными и счастливыми. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!